Дождливым вечером Адель вернулась домой после долгого отпуска за границей. Она жила одна, и мать присматривала за ее кошками. Девушка вошла в дом, включила свет и осмотрелась. После этого она сразу же позвонила в полицию. Почему? Смотрите, в коридоре есть следы. Они мокрые, а значит, еще свежие. И они не принадлежат Адель, потому что она только что вошла. В ее доме кто-то есть. Продолжаем разминку для мозгов. У миссис Карпентер три дочери – Ева, Джейн и Мэри. Еве сейчас в два раза больше лет, чем будет Джейн, когда Мэри исполнится столько же лет, сколько сейчас Еве. Кто из дочерей самая старшая, а кто самая младшая? Перефразируем. Когда-то в будущем Мэри будет столько же лет, сколько сейчас Еве, а Джейн будет вдвое моложе. Таким образом, очевидно, что Ева – самая старшая, а Джейн – самая младшая. Миссис Браун – хозяйка многоквартирного дома, в котором запрещено содержать домашних животных, даже рыбок. Однажды ночью она услышала мяуканье кошки. Звук доносился с этажа выше. На следующий день она смотрела две квартиры. В какой из квартир живет кошка? Смотрите, в углу этой квартиры есть кошачий домик. Похоже, тут живет кошка. Эмма гуляла в лесу и заблудилась. Проблуждав некоторое время, она нашла дом ведьмы и попросила, чтобы та отправила ее домой. Ведьма была занята зельями, но она согласилась помочь Эмме, если девочка сначала поможет ей. В зелье входили четыре ингредиента. Жуки, секретная трава, волшебный порошок и сушеные грибы. Ведьма не помнила, в каком порядке нужно добавлять ингредиенты, но помнила следующее. Какой правильный порядок ингредиентов? У нас есть четыре ингредиента. Если порошок добавляют как минимум перед двумя из них, значит, его добавляют либо первым, либо вторым. Но так как грибы должны идти перед порошком, то их добавляют первыми, а за ними следует волшебный порошок. Затем должны быть жуки, а секретная трава идет последней. Теперь у меня есть для вас особое задание. Есть грабитель, который крадет знаменитые картины из галерей по всему миру. Полиция всего мира ищет картины, которые грабитель прячет в разных местах. Полицейским удалось найти первое тайное место. Каждая картина хранится в сундуке, а искусственный интеллект генерирует ее копию. Вы можете забрать только одну картину. И после того, как вы ее вытащите, сундук с оставшейся картиной взорвется. Поэтому нужно тщательно выбирать и с первого взгляда распознавать оригинальное произведение искусства. Вот первый сундук. В нем хранится крик Эдварда Мунка и его копия. Какая из картин – оригинал? Вот оригинал. Теперь это – «Звездная ночь» Винсента Ван Гога. Сможете узнать оригинал? Вот он. Вы правильно догадались? В следующем сундуке вы найдете знаменитую Мона Лизу, написанную Леонардо да Винчи. Вы, вероятно, хорошо ее знаете, но копия очень реалистична, поэтому не расслабляйтесь. Да, это единственная и неповторимая Мона Лиза. Теперь она возвращается в Лувр. В четвертом сундуке лежит еще одна знаменитая работа Винсента Ван Гога – «Ночная терраса кафе». Сможете определить оригинал? Вот оригинал. Вы спасли правильную картину. А теперь настало время для последней картины из обнаруженной партии. Это старый рыбак венгерского художника Тивадра Костки Чонтворе. Какую картину мы должны спасти? Вот эту. Поздравляем и благодарим за помощь. Мы сообщим вам, если будут найдены другие картины. Детектив отправился в отпуск в Испанию. Ночью кто-то проник в номер его соседки и украл все ее ценности. Утром детектив проанализировал записи с камер и назвал трех подозреваемых. Все они согласились ответить на несколько вопросов. Джек сказал, Я приехал вчера поздно вечером и всю ночь спал. Эллисон сказала, Я веселилась всю ночь и пришла в свой номер только пару часов назад. Роберт сказал, Я не знаю эту женщину. Я ее не грабил. Кого должен арестовать детектив? Джека. Он сказал, что приехал поздно вечером. Но когда же он успел обгореть? Вечером солнца нет. Должно быть, он провел в отеле больше времени, чем утверждал. Элиза пошла гулять в темный лес и нашла старый особняк. Конечно же, она пошла туда, чтобы посмотреть, что находится внутри. Как только она вошла, дверь за ее спиной захлопнулась. Это был волшебный дом. Здесь было три выхода, но каждый из них казался опасным. За первой дверью находился лазер с датчиком движения. За второй дверью пол состоял из лавы, которая сжигала все, что к ней прикасалось. За третьей дверью находился огромный травоядный динозавр. Какой путь должна выбрать Элиза, чтобы выбраться невредимый? Элиза должна выбрать последний путь. Во-первых, динозавры вымерли. Во-вторых, травоядные животные питаются только растениями. Люди их не интересуют. Ханна сидела дома, пила чай и читала, когда услышала стук в дверь. Она открыла дверь, а там стоял незнакомец. «Ой, простите, я, наверное, перепутал этажи. Я только что переехал. Извините, что побеспокоил вас». Когда парень ушел, Ханна вызвала полицию, потому что не верила, что это была просто ошибка. Что вызвало у нее подозрение? Проблема была в том, что парень постучал. Если бы он действительно думал, что это его квартира, он бы попытался открыть дверь своими ключами. Хорошие новости. Полиция обнаружила очередную партию украденных картин. Как и в прошлый раз, они хранятся в сундуках. У каждой есть копия, и спасти можно только одну. Готовы спасти несколько картин? Вот первая. Американская готика. Гранта Вуда. Где оригинал? Вот он. Вы его узнали? Итак, второй сундук. Это девушка с жемчужной сережкой. Иоганна Вермиера. Сможете найти оригинал? Он здесь. Следующую картину мы все хорошо знаем. Постоянство памяти Сальвадора Дали. Она была украдена из Музея современного искусства в Нью-Йорке. И мы должны ее вернуть. Какую же из картин выбрать? Это копия, а это оригинал. Вы спасли то, что надо. Остались еще две картины. Не теряйте бдительность. В четвертом сундуке у нас поцелуй Густава Климта. Как всегда, вы должны решить, какое из полотен настоящее. Итак, что скажете? Конечно, вот это оригинал. Пришло время спасти последнюю картину. Загадочный черный квадрат Казимира Малевича. Сможете найти оригинал? Это было нелегко. Ну вот то, что вам нужно. Спасибо за помощь. Все картины возвращаются туда, откуда были украдены. Ника участвовала в игровом шоу и победила. Она выиграла три эксклюзивных подарка. Куртку Монклер, сумочку Vivienne Westwood и Ferrari. Ну вот в чем загвоздка. Она должна сама выбрать свои подарки, отличив оригинал от реплики. Поможете ей выбрать правильный приз? Перед вами две куртки Монклер. Одна из них оригинал, а другая подделка. Какую из них должна выбрать Ника? Вот эту. У нее правильный логотип, а значит она настоящая. Далее две одинаковые сумочки. Но только одна из них оригинал от Vivienne Westwood. Которая? Вот это с правильным логотипом. И, наконец, Ferrari. Давайте посмотрим, помните ли вы знаменитый логотип? Да, вот оригинал. Отличная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...